Сбалансированное питание Качественное сбалансированное питание – это основа из основ крепкого иммунитета. Проанализируйте рацион своей кошки, подходит ли он под ее возрастные и индивидуальные особенности, достаточно ли он сбалансирован, отвечает ли состав потребностям организма и ПР. Например, основой рациона кошки должно быть мясо, так как. Она прежде всего хищник. Если вы приверженец готовых кормов, выбирайте линейки, в составе которых мясо находится на первом месте, мясо – ингредиент номер один. При натуральном типе кормления также основывайте рацион на мясе и обязательно давайте кошке витамино-минеральный комплекс. Подобрать его поможет ветеринарный врач. Кошкам со склонностью к МКБ, циститу и другим заболеваниям ветврачи рекомендуют специальные диеты. Проконсультируйтесь по этому вопросу с вашим специалистом. Обильное питье наряду со сбалансированным питанием профилактикой МКБ и цистита служит обильное питье. Когда кошка много пьет и, соответственно, часто ходит в туалет, жидкость в ее мочевом пузыре не застаивается. Это предотвращает образование и оседание в мочевыводящей системе жестких частиц и болезнетворных бактерий. Но как быть, если кошка пьет мало воды? Предложите ей жидкие пребиотики, VIA reinforces специальные для кошек. Для питомца они примерно то же самое, что и для нас полезные питьевые йогурты, и вкусно, и пищеварение улучшают, и иммунную систему поддерживают. А в дополнении ко всему обеспечивают профилактику цистита и МКБ. Вакцинация Вакцинация – обязательная мера по защите здоровья питомца, без нее никуда. Регулярные прививки расширяют спектр действия иммунной системы и позволяют уберечь питомца от серьезнейших заболеваний. Организм, который находится под надежной защитой, реже болеет, тогда как серьезные инфекции, притягивают, и другие заболевания или их рецидив. Вакцинация эффективна только при следовании и схеме. Дегельминтизация, глистная инвазия – распространенная причина ослабленного иммунитета, а значит, развитие и рецидива различных заболеваний. Долгое время она может протекать бессимптомно, и ничего не подозревающие хозяева не понимают, почему питомец так часто болеет. Продукты жизнедеятельности гельминтов медленно, но верно разрушают организм, нанося удар по конкретным органам и слабым местам. Чтобы защитить питомца, обязательно проводите дегельминтизацию с периодичностью один раз в квартал. Дегельминтизация обязательная для всех кошек. В том числе и для тех, кто никогда не покидает пределов квартиры. Риск заражения все равно есть. Например, хозяин может на своей обуви занести яйца гельминтов в квартиру. Обработка от паразитов-эктопаразиты, самые популярные у кошек, это блохи, также серьезная опасность для иммунитета. А еще огромный дискомфорт, расщесы и боль. Блохами могут заразиться не только гулящие кошки. Эти паразиты живут в подвалах и подъездах домов, а значит, могут попасть в квартиру через открытую дверь, щели или на вашей обуви и одежде. Обработку питомцев от паразитов нужно проводить регулярно. Частота обработки зависит от выбранного средства защиты. Внимательно читайте инструкцию. Профилактические осмотры болезни легче предотвратить, чем лечить. Возьмите за правило доставлять кошку к ветеринарному врачу не только при наличии проблемы, но и в целях профилактики. Достаточно делать это один раз в полгода. Усилий – минимум, зато за здоровье питомца будете спокойны. Отсутствие сквозняков, чтобы кошка не простывала, постарайтесь защитить ее от сквозняков. Особенно, после мытья. Лучше сразу же высушить шерстку феном. Утепление подоконников Если ваша кошка – любительница поспать на подоконнике, обязательно положите на него подушку или плед. Чтобы на холодной поверхности она не простудилась. Активные игры Чем больше кошка двигается, тем лучше ее физическая форма, здоровье и иммунитет. Запаситесь игрушками, с которыми вы можете поиграть вместе и с которыми кошка будет играть самостоятельно. В нашей статье мы рассказываем, какие бывают игрушки для кошек. Занимательные игры – это не только приятный, но и очень полезный досуг. Отсутствие стресса в кошке так же, как и мы, страдают от стресса. Частый или долговременный стресс приводит к ослаблению иммунитета. Оберегая питомца от переживаний, вы автоматически вносите вклад в сохранение его здоровья. Эти 10 простых советов помогут вам защитить здоровье своей кошки. Начните пользоваться ими прямо сейчас. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.